Доброе утро, друзья. Доброе утро. Сегодня среда, 11 декабря, а это значит у нас в эфире программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Ведут программу сегодня Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове. И Олег Прохоренко. Сразу скажу, что тема у нас необычная, интересная и приурочена она к проходящему сейчас в Кирове. Акселератор, вот есть такое слово, не семинар, не конференция, а акселератор. Социальное предпринимательство проходит у нас 16 по 18 декабря. В центре «Мой бизнес», который только что претерпел ребрендинг, красиво оформленный с удобным интерфейсом для предпринимателей. И решили назвать его так, саму тему, на пользу обществу, как работает социальное предпринимательство. Ну и, естественно, как работает социальное предпринимательство в Кировской области, как его перспективы, какие законодательные основы. А почему эта сейчас тема становится наиболее актуальной? Дело в том, что в июле текущего года Госдумой принято изменение в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. И там уже было определено понятие само социальное предпринимательство и социальное предприятие. А также критерии отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к социальным предприятиям, формы и виды их поддержки. Вот сейчас мы до начала программы еще раз задали вопрос, предполагается ли какой-то законодательный акт на местном уровне. И можете просто повторить, Владимир Валентинович Яговкин, председатель комитета по предпринимательству и торговле Законодательного собрания Кировской области, что на местном уровне, я так понял, не требуется какого-то закона? Да, в данный момент федеральным законом определены все основные понятия, поэтому мы сейчас работаем в рамках федерального закона. В дальнейшем, если у нас будут возникать вопросы, то, возможно, возникнут изменения. У нас также сегодня в гостях Лариса Агалакова, это заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Добрый день. Добрый день. И Екатерина Гасанова, директор Кировского городского фонда поддержки предпринимательства, тоже не путать с областным, то есть есть фонд именно, который поддерживает предпринимателей города Кирова. Добрый день. Да, есть. Добрый день. Ну и я предлагаю тогда начать с основ, что из себя представляет социальное предпринимательство, насколько оно в Кирове представлено и ожидаются ли какие-то изменения в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Вам слово, наверное, Лариса Юрьевна. Ну, как верно заметили, у нас в июле текущего года ввели понятие, что такое социальное предпринимательство и что такое социальное предприятие. Социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, которая направлена на достижение общественно полезных целей, на решение социальных проблем граждан и общества. И закон определяет те критерии, какие предприятия, какой бизнес может относиться к социальному предпринимательству. То есть это, например, предприятия, у которых определенная доля среди сотрудников – это люди пенсионного возраста и предпенсионного возраста, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, малоимущие граждане, выпускники детских домов и другие категории, они в законе определены. Либо предприятия, которые реализуют продукцию, производимую данными категориями, либо предприятия, которые выпускают, производят продукцию для категории, для лиц с ограниченными возможностями. То есть нужно смотреть, относится ли данное предприятие к социальному предпринимательству. Если мы говорим о бизнесе, если мы говорим о предпринимательстве, для любого бизнеса, безусловно, главным, основным является получение прибыли, получение выгоды от той деятельности, которую она делает. В отличие, скажем, от некоммерческих организаций, тоже смотрел, в разных странах по-разному определяется, вот это социальное предпринимательство, где-то вся прибыль, она идет на учредительные цели. И нет как таковых учредителей, акционеров, которые получали бы профит. Вот грань, на мой взгляд, очень тонкая. И как сделать так, как заинтересовать предпринимателей самих, как раз принимать на работу людей с ограничением в доходах или пенсионного возраста, каким образом стимулировать развитие и открытие тех видов бизнеса, которые социально необходимы городу, необходимы области, будь то экология, будь то обеспечение социально незащищенных групп населения какими-то доступными услугами и товарами. То есть вот о мерах поддержки просто, я думаю, что мы там изредную долю эфира поговорить хотелось бы. Ну, заметили я верно. Получается, то, что у нас законодатель определяет на федеральном уровне социальное предпринимательство, то, что планируется введение реестра субъектов социального предпринимательства, то есть в общем реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, которое сейчас ведется в Федеральной налоговой службе, появится дополнительная графа и указание, что предприятие является социальным. Соответственно, предприятия могут воспользоваться мерами поддержки. И государство заинтересовано в развитии социального предпринимательства, поэтому и предусматриваются определенные меры финансовой поддержки, нефинансовой поддержки. К нефинансовым мерам поддержки у нас относятся образовательные программы, которые сейчас происходит, акселератор, это консультационные услуги, это выставочно-ярмарочные мероприятия и продвижение продукции социального предприятия на внутренние рынки, на внешние рынки. К финансовым мерам поддержки относятся льготные займы. На сегодняшний день социальное предпринимательство – это одно из приоритетных направлений для финансовой поддержки, соответственно, здесь льготные ставки. На сегодняшний день льготная ставка привязана к ключевой ставке Центробанка и составляет 6,5% для всех предприятий, которые являются социальными. В моногородах такая ставка для предприятий вообще составляет 0,5% ключевой ставки, то есть это 3,25% подчеркну годовых. Но я напомню, что у нас моногородов официально признанных сейчас… Одиннадцать. Одиннадцать, да. Это не особая территория, территория, как там… Обережающего социального и экономического развития. Это именно города. Можно перечислить даже наиболее такие крупные. У нас Амутнинск, Белохолуница, Вятские поляны, Уржум, Стрижи, Демьянова, Кирово-Чепецк. То есть если предприниматель в Кирово-Чепецке и заниматься социальным предпринимательством, то он может получить займ под 3,25%. Ну, соответственно, Киров не относится. Киров не относится. Но тем не менее получить льготный займ под 6,5% годовых возможно в Кирове, да? Совершенно верно. А уже есть предприятия, которые получили, воспользовались этой преференцией? Есть, есть. То есть у нас как раз в центре «Мой бизнес» практически каждую неделю с Владимиром Владимировичем мы являемся в том числе членами кредитного комитета в центре «Мой бизнес». Проходят кредитные комитеты и получают займы различные предприятия, в том числе и социальные, под 6,5%. Это какой-то заявительный характер? Да, заявительный характер. Денежные средства у нас на выдачу микрозаймов есть. По линии «Нацпроект» с федерацией даже в ноябре мы дополнительно привлекли около 50 миллионов федеральных средств. Поэтому даже сегодня можно подать заявку в центре «Мой бизнес» и воспользоваться данной мерой поддержки как социальное предприятие под 6,5%. Если предприниматель из Стрижей, из Амутнинска, то можно вообще под 3,25%. Насколько это длительные займы? До 3 лет. До 4 миллионов на срок до 3 лет. То есть и срок окупаемости по данному займу нужно выстраивать из логики как раз 3 лет, да? Здесь можно на основные средства, на оборотные, можно на год, на два. То есть здесь максимальный срок 3 года, а минимальный можно на полгода взять. И вот тоже очень действенная мера поддержки, она как раз касается только социального предпринимательства. На сегодняшний день позиция Федерации Минэкономразвития России, субсидии у нас практически не предоставляются. Предпринимателям только льготные займы, за исключением как раз социального предпринимательства в моногородах. То есть здесь можно воспользоваться вообще субсидией. Это безвозмездная, безвозвратная. И в этом году у нас 6 моногородов заявились в программу получения субсидий. Не все 11, к сожалению. Хотелось бы, чтобы все 11 заявлялись предпринимателям. Но это зависит от муниципалитета в первую очередь. А каков механизм? Там какие-то филиалы фонда? Нет, это через бюджет муниципального образования. То есть муниципальное образование объявляет конкурс для получения субсидий. На сегодняшний день во всех практически 6 муниципальных образованиях конкурсы состоялись. И на сегодняшний день на одного предпринимателя до 1,5 миллионов рублей выделяются субсидии. Сейчас даже могу перечислить. У нас получается 6 моногородов. Белая Холуница, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Стрижи, Амутнинск, Уржом. Где предприниматели воспользовались данной мерой поддержки. В одном даже, например, на покупку автобуса для автоперевозчика, поскольку там 50% люди пенсионеры и пенсионного возраста работают. Они подпадают под категорию социального предпринимательства. А я сейчас ненадолго приведется прерваться. Небольшая рекламная пауза. Мы продолжаем программу на пользу обществу, как работает социальное предпринимательство. И говорили о наиболее, наверное, значимой вещи, которая касается именно социального предпринимательства. И что отличает и должно отличать его от других видов бизнеса, где рентабельность априори заложена уже самим механизмом ведения этого бизнеса. И проговорили о том, что есть моногорода, в которых, во-первых, это все социальные предприниматели могут претендовать на получение займа из областного фонда поддержки предпринимательства. Сейчас называется «Центр мой бизнес» под 6,5% годовых. Там привязка есть к ставке рефинансирования Центробанка. А в моногородах, в 11 моногородах Кировской области 3,25 ставка составляет. Причем там есть еще и субсидирование, то есть когда можно получить безвозвратно средства на какие-то виды предпринимательской деятельности. У меня вопрос к Владимиру Валентиновичу, как к члену комиссии, которая как раз... Кредитный комитет. Кредитный комитет, да, кредитного комитета. Какие виды бизнеса в основном превалируют с заявками, с заявлениями о получении льготных займов? Ну, мы рассматриваем, не только будем так говорить, что социальное предпринимательство – это в общем. Если вот говорить, что в общем, это, конечно, основное направление – это все, что связано с лесом, с лесопереработкой. Потом сфера услуг, торговля. И, конечно, ну не так много вот все, что связано с услугами. В частности, в том числе и они подпадают под социальное предпринимательство. Ну, мы будем говорить, что вот это только начало развития, поскольку вот закон определил нам эти параметры. Но я бы хотел вот еще подчеркнуть, насколько это, будем так говорить, для данного времени нужно. Потому что вот буквально 3 декабря был у нас Всемирный день инвалида. И по линии законодательного собрания председателя социального комитета Буркова Галина Игоревна, она, значит, посещала инвалидов. И вот, значит, такой факт, что занятость очень снизилась. Мы вот, если кто постарше, помним советское время. Там было квотирование, насколько я понимаю. Квотирование, оно и сейчас есть. Но были целые предприятия, даже в Кирове здесь у нас. Общество слепых. Да, 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 да. И поэтому вот, насколько глубина занятости лиц с ограниченными возможностями, она в то время государством предусматривалась. И сейчас вот, когда в рамках национального проекта развития предпринимательства именно определена в предпринимательстве данное направление, то я, конечно, думаю, что вот исходя из передачи у нас сегодня, многие слышат, что есть куда обратиться, где проконсультироваться, где можно получить взаим. Вот дальше коллеги расскажут, в каком виде проходят консультации. И я думаю, что мы это направление будем двигать вперед. Вопрос к вам, Екатерина Анатольевна. Напомню, Екатерина Гасанова, директора Кировского городского фонда поддержки предпринимательства. Много ли, есть ли вообще заявки у вас на такие виды деятельности? И насколько вы обеспечены возможностью предоставления каких-то преференций именно социальных предпринимателей? Ну, у нас на уровне города выделения такого нет. То есть у нас фонд небольшой, поэтому тут и социальные предприниматели получают займы, и предприниматели, которые осуществляют деятельность в производстве каком-то крупном. Но социальные предприниматели, да, они пользуются и займами, и участвуют в наших программах городских. Я просто хочу сказать, что социальные предприниматели – это такая же отдельная категория предпринимателей, как, допустим, инновационная деятельность, допустим, производство. И поэтому вот работа с ними, учитывая специфику этого бизнеса, она, конечно, приносит такие хорошие результаты. Есть регионы, я думаю… С точки зрения занятости или с точки зрения… И занятости, и социально-экономического эффекта для региона в целом. Есть регионы, я думаю, что мы будем на них равняться, которые пионеры в этой сфере, в поддержке социального предпринимательства. Первый ЦИС в Центре инновации в социальной сфере организации инфраструктуры, поддержки именно социальных предпринимателей, открылся в Омске в 2011 году. То есть это вот самый первый в стране. Также ХМАО Югра очень активно поддерживает, даже региональное законодательство есть. Вот, Новгородская область тоже создан ЦИС, и достаточно эффективно работает. Я просто общаюсь со всеми коллегами, вот, поэтому отслеживаю их успехи. Поэтому я думаю, что сейчас с принятием закона мы и на уровне региона будем как-то выделять вот эту категорию социальных предпринимателей. Потому что на прошлой неделе у нас на открытие программы приезжали гости из Москвы, фонд социальных инноваций, которые тоже работают со всеми регионами, Виктория Налбантова и Елена Кержанова. Они сказали, что, ну, не сразу, конечно, но такой вот социально-экономический эффект для развития региона здесь, он возможен. То есть те регионы, где поддержка уже идет несколько лет, то уже успехи первые оказывают. А если устанавливает ли или планирует ли муниципалитет определить те направления, которые являются приоритетными? Скажем, ну, если стоит острая задача по переработке вторичного сырья, да, именно этой категории предпринимателей там оказывать максимальные какие-то референции и давать зеленый свет. Или там по... если есть проблема по дневному пребыванию детей на открытии именно там детских каких-то центров. То есть если обозначены ли эти приоритеты, или вы будете двигаться в той конве, которая уже задается федеральным бюджетом? Ну, я, конечно, не сотрудник администрации города Кирова, но могу сказать, что пока на сегодняшний день позиция такая, что открыт региональный центр, и, соответственно, все услуги будут оказываться на базе регионального центра «Мой бизнес», в том числе и социальным предпринимателям. А, возможно, уже есть какой-то перечень видов социального предпринимательства, которые можно представить предпринимателям? И сказать, что вот если вы работаете в этой сфере, вы можете смело претендовать на те или иные виды поддержки. Ну, вот вы знаете, это сейчас очень большая проблема. Социальные предприниматели есть, но они настолько разрознены все, да, и они даже сами не понимают, что они могут относиться к этой категории. Поэтому сейчас вот мы и занимаемся такой вот просветительской, разъяснительной работой, чтобы они, во-первых, поняли, что они относятся к социальным предпринимателям, либо чтобы для того, чтобы их относили, они должны сделать то-то и то-то, еще какие-то шаги дополнительные. Вот, я думаю, что сейчас мы все равно на уровне региона этим будем заниматься. Вот, и дальше уже, я думаю, что адресно уже будем с ними работать. Есть те, которые уже и в Москве участвуют в различных акселерационных программах, которые понимают и сознают, что да, я социальный предприниматель. Вот тут недавно тоже был разговор с кировским предпринимателем. Он, ну, хотел еще один бизнес открыть, и когда он узнал вот про все льготы и преференции в моногородах, социальный предприниматель, есть ли еще женщины в бизнесе, он говорит, все, я тогда открою в моногороде бизнес на маму-пенсионерку и точно попаду под все эти критерии. Но в основном социальные предприниматели, больше их часть, это те, кто уже столкнулся с какими-то проблемами. То есть, либо ребенок инвалид, может быть, да, либо, может быть, какие-то проблемы в семье, либо, ну, бывает такой, сам бывший наркоман и открывает центр для реабилитации. Вот, в основном большинство, конечно, вот таких, потому что социальный бизнес, это все-таки у нас такие благотворительности, и бизнеса вот такая деятельность. Вот мне тоже почему-то кажется, изучив материалы, все-таки в некоторых странах как раз от кого они считаются субъектами социального предпринимательства, и для меня вот наиболее яркий пример, например, это там Центр Дорогой Добра, который, с одной стороны, оказывает услуги, ну, это не государственная организация, оказывает услуги родителям с детьми-инвалидами, с другой стороны, они делают какую-то сувенирку, ее реализуют, будь то футболки, свечи, подставки, мыльницы и так далее, реализуют, и вполне подпадают под эту категорию, то есть они обеспечивают свою деятельность разными способами, и через грантовые конкурсы, и в том числе через реализацию продукции, которую производят. Ну, вот, возможно, что это вот как раз такой яркий пример. Ну, плюс те, да, центры, которые, ну, в Оричах я был в одном из таких центров реабилитации, где как раз люди, зависимые от алкоголя, от наркомании, работают там на лесопилке, и тем самым обеспечивают деятельность самого этого центра. Я думаю, что... У меня другой немножко вопрос. Вы упомянули, Лариса Юрьевна, о том, что создается реестр субъектов, что он будет в федеральной налоговой службе концентрироваться, и у вас наверняка тоже, ну, в центре мой бизнес, по крайней мере. Мы все знаем, что у нас есть реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведется федеральной налоговой службой. В этот реестр предприятия попадают, и дополнительно будет информация о том, что данное предприятие является социальным, чтобы пользоваться всем комплексом мер. Поскольку сейчас этот реестр еще только в стадии формирования, предприниматели сейчас, не находясь в реестре, могут воспользоваться мерами поддержки. Но когда реестр заработает в полном объеме, условием получения мер именно государственной поддержки будет являться нахождение предприятия в этом реестре. Чем-то мне напоминает предоставление социальной поддержки, когда она адресная. То есть человеку тоже нужно показать свой уровень доходов, что он относится к малоимущим, и только в заявительном порядке ты сможешь получать какие-то льготы от государства. Ну, у нас сейчас в самом реестре субъектов малого и среднего предпринимательства около 50 тысяч субъектов. И вот Екатерина Анатольевна правильно сказала, что сейчас мы ведем работу, и очень важная работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства по формированию этого реестра. Сейчас мы ожидаем от Минэкономразвития России порядок формирования этого реестра. Мы проект еще не видели. Не видели, каким образом этот будет порядок. Мы полагаем, что, возможно, будет уполномоченный орган исполнителей власти, то есть Минэкономразвития региона, то есть наше министерство, на основании данных муниципальных образований, и мы будем какой-то сводный передавать в Федеральную налоговую службу, и она уже будет ставить соответствующие отметки. Но это пока предположение точно порядка нет. Ожидаем к концу года, я думаю, что к краю начала года, поскольку первое внесение в реестр будет до 10 апреля 2020 года, и предприятие должно соответствовать социальному предприятию по состоянию на 1 апреля 2020 года. Сам реестр в полном объеме заработает уже с декабря 2020 года. Поэтому сейчас, чтобы для нас это не было сюрпризом, и для предприятий как раз нужно провести эту совместную работу региональной власти, муниципалитета, ну и самому бизнесу, являться они социальным, либо не являются, и что им нужно для этого сделать, чтобы они являлись социальным. Если какие-то вопросы есть. И самое главное, вот в чем проблема, некоторые предприятия, они выпадают из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, потому что просто вовремя не сдали отчет налоговый. А это основание исключения из реестра. Поэтому задача вовремя сдавать отчеты, отслеживать свое нахождение в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и внести в графу, что вы социальное предприятие. Тогда вы сможете воспользоваться полным объемом мер господдержки. Сейчас, пока реестра не работает, ну получается, мы сами определяем, исходя из требований федерального законодательства. Но относить, то есть арбитра по отнесению, будет все равно налоговая служба. Налоговая служба, да. Туда представляются документы муниципалитетами, либо регионам, либо фондам на тех или иных предпринимателей. Я так понимаю, ну пока нет порядка, наверное, рано об этом говорить. Рано. Но там подтверждение все равно, вероятно, будет там хотя бы раз в год. Нужно будет подтвердить, переподтвердить, потому что предприятие может войти из... Конечно, это объемы доходов от деятельности, вот категории, которые указаны в законе, количество работников, и нужно подтверждать, что да, 50% работников у нас определенные категории лица. Мы сейчас прервемся ненадолго, продолжим. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем программу «Разворот на бизнес», посвященную социальному предпринимательству, и был вопрос... Да, вот, допустим, такие виды бизнеса, которые связаны с переработкой отходов или туризмом, они относятся к сфере социального предпринимательства, или там есть определенная градация? Ну вот я, наверное, прокомментирую. То есть у нас в 209-м федеральном законе там определены категории лиц. 209-й федеральный закон, это принятый в июле, и который пока еще не... Это закон о поддержке малого и среднего предпринимательства, и в него были внесены изменения, касающиеся перечной категории, какого является социальное предприятие. А еще у нас на сегодняшний день понятие социального предпринимательства, скажем так, социально значимые виды деятельности с позиции приказа Минэкономразвития России 125-го, который тоже был принят в этом году. И там перечень социально значимых видов деятельности, он шире. То есть там как раз студии развития для детей, центры времяпрепровождения детей, там названы экология, туризм и спорт. Поэтому, например, даже с точки зрения субсидий в моногородах, если предприятие занимается деятельностью в сфере внутреннего туризма, либо это фитнес-студия, спортзал, то есть тоже может воспользоваться мерами поддержки. Как будет в дальнейшем развиваться законодательство, мы увидим. Но пока вот 125-й приказ Минэкономразвития, он социально значимые виды деятельности, более в широком понимании указывает. Соответственно, и предприятия могут воспользоваться, в том числе, илькотными займами на туризм, на экологию, на спорт. И опять же-таки подчеркну, в моногородах у нас немало заявок именно на дошкольное образование, на студии развития, даже есть на спортсал, поэтому есть на творческую мастерскую, тоже там указано как социальное предприятие. Поэтому здесь вот пока нам возможность есть такая. Ну, на самом деле это очень важно, какие приоритеты расставляет государство, какие приоритеты расставляют общество как раз в социальном предпринимательстве, потому что здесь всё зависит от того, что где болит и где есть потребность. Просто в качестве примера приведу Лондон, где социальное предпринимательство развивается уже не первое десятилетие, и там такие приоритеты борьба с бедностью, социальным неравенством и помощь нуждающимся. Это то, что у нас в приоритетах также. Занятость и расширение возможностей по трудоустройству, здесь мы тоже отчасти пересекаемся, и совершенствование жилищно-коммунальной структуры города. Ну, соответственно, здесь у нас есть небольшое расхождение, но я думаю, что это тоже, вот, закон, поправки в закон, они не будут догмой, и по мере появления каких-то дополнительных потребностей всё равно будут расширяться перечень, а может регион когда-то всё-таки сможет также выделять определённые, ну, там, льготы, бонусы для предпринимателей, которые, ну, там, посчитает регион, что, там, переработка вторичных отходов, это для нас приоритет, да, и те предприниматели, которые захотят этим заниматься, это бизнес, ну, всё-таки не сверхориентабельный, это действительно нужно достаточно много сил приложить для того, чтобы найти, там, потребителей этой продукции и заняться, там, переработкой первичной, да, то, возможно, какая-то помощь тоже будет найдена, мне так кажется. Ну, посмотрим, пока наша задача, насколько я понимаю, на региональном уровне, ну, определить вообще эту категорию, чтобы уже был реестр, чтобы было понятно, и сделать как можно громче, там, рекламную кампанию, что ребята, вот, социальным предпринимательством заниматься сегодня выгодно, потому что вы получите такие, такие, это, преференции. Ну, наверное, ещё раз подчеркну, что даже сейчас, до формирования реестра, могут воспользоваться предприятия льготными займами, а в моногородах субсидии. И на 2020 год заявки от шести моногородов есть тоже, поэтому, я думаю, что нас слышат предприниматели в моногородах, с муниципалитетами связывайтесь, обращайтесь, отрабатывайте. Деньги пока есть? Есть. Федерация нам выделяет. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Екатерина Анатольевна только что в перерыве сказала, что на самом деле стать социальным предпринимателем, это не так и сложно. Можно ещё повторить, может быть, какие-то? Да, мы говорили о том, что социальное предпринимательство связано с тем, что нужно трудоустроить социально защищённые группы. То есть мы все знаем, что сюда относятся инвалиды, многодетные семьи, матери-одиночки, лица пенсионного возраста, но лица предпенсионного возраста тоже относятся к этой категории. Поэтому вот как раз за пять лет до наступления пенсии можно трудоустроить таких людей и стать социальным предпринимателем. На самом деле, то, что касается предпенсионного возраста, знаю просто по своему основному месту работы, по основной сфере деятельности, что скоро эта проблема всё-таки может возникнуть, потому что есть определённые категории промышленности, бизнеса, где необходимы допуски по здоровью. И тут уже хочешь, не хочешь, если у человека по здоровью не позволяет работать на этом месте работы, куда-то ему нужно будет идти. Но это вот, да, наверное, та сфера, которую социальное предпринимательство может активно охватить. Я бы добавил, Олег, вот когда мы говорили о мерах поддержки, вот про фонд поддержки предпринимательства, значит, в фонде определены приоритетные виды экономической деятельности, под которые льготный процент банковской ставки. Нам сейчас важно именно в этом перечне выделить социальное, социальное и вновь приходящее на консультацию, вновь тех, кто собирается организовывать бизнес, стать предпринимателем, конечно, вот в первую очередь бы ориентировать на эти приоритетные виды, но в приоритетных видах экономической деятельности именно указывать социально, что у нас много там лесопилки, у нас много торговли, у нас много всего этого, а вот этого недостаточно, вот здесь можно, как говорится, и в рынок вписаться, и принести пользу для общества, и получить экономический эффект. А вот хорошо займы, программы обучающие регионы, муниципалитет, по идее, также могут бы предусмотреть какие-то льготные или нелюготные, может, на безвозмездной основе передачу таким предпринимателям земли, имущества недвижимого. Емущественная поддержка тоже входит как раз в категорию. Вот единственное, что знаете, здесь добавлю, у нас был круглый стол по социальному предпринимательству, мы действительно очень важную тему подняли по имущественной поддержке. Она, да, она оказывается, можно предусмотреть льготные займы, но вот очень важным было моментом, вот вы назвали действительно очень тонкая грань между социально-некоммерческими, социально-ориентированными некоммерческими организациями, здесь имущественная поддержка им оказывается в какой части? Именно предоставление в аренду в безвозмездное пользование на иных правах без торгов. И, конечно, важно было бы оказать поддержкой социальным предприятиям, социальному предпринимательству, предоставлять тоже государственное муниципальное имущество в аренду в безвозмездное пользование без торгов, либо специальные торги для только социальных предприятий, да, то есть ограниченный круг. То есть торгия между теми, кто в реестре. Да, 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 кто в реестре социального предпринимательства. Но для этого, конечно, нужны корректировки федерального законодательства. Я думаю, мы с законодательным собранием тоже здесь отработаем от Кировской области, от региона вполне реально законодательную инициативу. И это действительно может стать такой существенной имущественной поддержкой для социального предпринимательства. — А есть ли, может быть, какие-то преференции у социальных предпринимателей при выходе на какие-то муниципальные, государственные торги? — Сейчас категория же для субъектов малого и среднего предпринимательства есть на торгах, только для таких субъектов. — Пример, когда мы уравниваем, вот вы сказали, некоммерческие организации, они не являются малым предпринимательством, в то же время по 44-му у нас через запятую преференции торги субъекты малого и среднего предпринимательства, запятая социально ориентированные некоммерческие организации. И получается сейчас так, что социально ориентированные некоммерческие организации могут воспользоваться одним видом поддержки, например, имущественной без торгов, а социальные предприятия такой мерой поддержки не могут воспользоваться. В то же время социальные предприниматели могут воспользоваться займами, а социально ориентированные некоммерческие организации, они не могут воспользоваться займами, потому что они не находятся в реестре субъектов малого предпринимательства. Но они не являются предпринимателем по определению. — Екатерина Анатольевна, в городе Кирове есть возможность какие-то имущественные бонусы предпринимателям? — У нас, да, есть поддержка для бизнеса. У нас есть городской бизнес-инкубатор, который работает на базе МБУ Центра инвестиций. Это единственный в городе бизнес-инкубатор офисного типа. Там, собственно говоря, есть тоже социальные предприниматели среди резидентов. Но и также у города есть помещения, которые предоставляются в аренду предпринимателям. И, насколько я понимаю, там даже можно... Ну, понятно, что помещения не все пригодны для деятельности. Нужно проводить ремонт. Вот. И то есть там даже части компенсируются ремонта. Все эти помещения, они в свободном доступе, можно посмотреть на сайте Адам Киров. Также департамент муниципальной собственности постоянно проводит дни открытых дверей. То есть они презентуют те помещения, которые есть, рассказывают, отвечают на вопросы. Эта информация тоже есть вся и на сайте Адам Киров, и в нашей официальной группе МБУ Центра инвестиций. Есть у нас в ВКонтакте такая группа. То есть мы информируем предпринимателей о таких днях. Я хотел бы... У нас остается буквально полторы минутки, чтобы подвести итог. Все-таки какие задачи первоочередные министерства и, может быть, законодательные собрания перед собой ставят на вот этот период после акселератора и до принятия официально законодательного реестра? Что необходимо сделать? Каким образом действовать для того, чтобы у нас социальное предпринимательство оказалось в приоритете? У нас, еще раз подчеркну, социальное предпринимательство является одним из приоритетных направлений. Цель, конечно же, это развитие социального предпринимательства. Сейчас мы ставим одну из задач. Это совместная работа правительства, муниципалитетов и предпринимателей по определению этого перечня социальных предприятий на территории региона и включение их в акселерационные программы по развитию, по их росту. То есть будут дальше обучающие семинары, тренинги, мастер-классы? Да. И вся информация о мерах поддержки, в том числе социального предпринимательства, в центре «Мой бизнес» на Динамовском, 4, на сайте «Мой бизнес-43.рф», единый сайт для бизнеса в регионе, ну или легкий телефон нашего центра «Мой бизнес-648-649». Ну и, может быть, какие-то выездные семинары как раз по моногородам тоже устраивать, для того, чтобы и там люди не всегда могут добраться в Киров, тоже имели эту информацию? Совершенно верно. И сейчас в центре «Мой бизнес» у нас современный конференц-зал, который позволяет подключаться ко всем мероприятиям онлайн, в том числе с муниципалитетов. И можно даже предприниматель будет со своего компьютера, со своего телефона к мероприятиям подключаться. Дмитрий Валентинович, буквально парой слов. Мы включаем в план работы комитета и, соответственно, в план контрольной деятельности. Поэтому заслушаем профильное министерство. И вы что-то добавите? Или все уже сказано? Полностью согласна с Каналом. Будем работать в этом на тропе. Тогда мы уходим на перерыв и после перерыва поговорим с несколькими представителями, субъектами социального предпринимательства. Не прощаемся с вами.